Сегодняшняя проповедь называется «Пятидесятница конца». Ну, кто-то может сказать, а где же было начало? Начало мы читаем «Деяния апостолов». Начало мы читаем книги «Деяния апостолов», где действительно апостолы получают Святого Духа. Почему им нужен был Дух Святой? Ну, вот представляете, вечер называется тайная, потому что в какой-то комнате, в закрытом помещении, Христос с самыми близкими учениками, потому что весь Иерусалим уже ищет Христа. И потом уже мы читаем апостолы, когда молятся они опять же в этой комнате, потому что весь Иерусалим продолжал искать учеников, Христа. И без Святого Духа у них бы, конечно, ничего не получилось. Но возникает вопрос, поэтому они получили Духа Святого, во-первых, чтобы быть дерзновенными, не дерзкими, а дерзновенными. И тот же Петр, который пережил вот этот страх, непростой страх, он уже с дерзновением проповедует Иванле после излития Духа Святого. Нужен ли Дух Святой нам? Давайте несколько текстов прочитаем. Вы знаете, в чем проблема некоторых верующих, ожидающих Христа? Они просто не знают, что они ожидают. Вот я иногда встречаюсь, знаете, вот во время вот этой эпидемии, которая была, ну в интернете иногда проскальзывали такие фразы. Вот хорошо, значит, по Фейсбуку, по телевизору нам показывают проповеди, а зачем приходить в эту церковь? Еще и деньги приносить. Пожалуйста, в субботу включай и слушай все, что твоей душе угодно. Вы знаете, я думаю, что эти люди не понимают, что их ждет. И мы, знаете, мы ожидаем пришествия Христа. Скажу, может быть, для кого-то ересь. Нам нужно ждать не пришествия Христа, нам нужно ожидать пришествия лже-Христа. Потому что если мы не переживем пришествие лже-Христа, нам просто ждать будет нечего. То есть мы немножко не того ждем. Ждать нужно событий, которые будут перед этим. Что это будут за события? Откровение, 13 глава, 7 по 9 текст. Начнем читать. И дано было ему вести войну со святыми и победить кого? Кто-то мне может помочь? Святых. Нас? Мы задумаемся, что до пришествия Христа кого-то из нас, Библия фамилии не пишет, они будут побеждены зверем. То есть сегодня будем говорить о серьезных вещах. И дана была ему власть. То есть ему дана такая власть, что он победит и кого-то из святых. Но мы знаем, что не всех. Потому что 12 глава говорит, что там есть прочие от семени ее, которые будут продолжать сражаться. Эта история уже была. В первом веке до нашей эры, которое перешло потом в первый век нашей эры, дьявол победил святых Всевышнего. Потому что святые Всевышнего тогда были кто? Иудейский народ. Если мы посчитаем, сколько приняли Христа из иудейского народа, их можно по пальцам посчитать. Потому что Павел пишет, где-то братьев около 500. Ну там такие цифры. Потом уже, когда пошла пятидесятница, то там уже пошли 3000, 5000. А вот Павел пишет, около 500 человек. Это из народа, которым были миллионы. То есть дьявол победил народ. Поэтому нам думать, что мы как адвентисты с высоко поднятой головой идем к пришествию Христа. И сегодня мы будем говорить, какие есть кровольные камни и на что нам нужно обратить внимание. То написано победит. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. Опять же читаем, и над кем-то из святых Всевышнего тоже ему дана будет власть. Не дай Бог нам туда попасть. В этот список. И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Ахца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Книга Откровения, 2-3 главы. Главы, они говорят о духовных ушах. Оказывается, есть проблема у того, что слышать. И что не слышать, что слушать и что не слушать. И Христос постоянно говорит, имеющий уши, то есть уши духовные, тот слышит, о чем речь. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Смотрите, святые будут побеждены по тексту. Мы же учимся тексты на субботней школе, читать Библию, как она написана. Но, оказывается, не все. Понимаете, если бы Откровение было написано, 13 глава, только до 7 текста, я бы вам и проповать не говорил. А что ее говорить, если святые будут побеждены зверем. Но Дух Святой делает вкрапление. Но, оказывается, останутся святые, у которых будет терпение и вера. То есть, слава Богу, нам нужно попасть в это число. То есть, Библия нам дает свет в этой тьме, дает свет. Дальше читаем, 13 текст. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. В каких случаях в Библии мы встречаемся с огнем с неба? Какой? На горе кормил. Да, на горе кормил. Содом и Гамора. Да, 19-24. Там огонь и серо. Как раз ходил на жертвенник, когда помазали. Да, когда Соломон молился, огонь сошел на жертвенник. Согласен, и пожрал жертву. Да, согласен. А еще где огонь с неба? Илья. Илья. Ну правильно, но Библия не пишет. Догадываться, может, и можно, как она там была принята. Но помните, в Луки, в 9 главе, когда апостолы со Христом проходят самарийские земли, их там не очень-то принимают. Они говорят, давай, как Илья, помолимся, и огонь с неба решит эти все вопросы. Что Христос говорит? Не знаете, какого духа. То есть, огонь с неба будет духовная борьба. Те, которые не того духа, будут просить, чтобы на тех, кто остался, вот эти святые дьявол уже надо будет добить. Смотрите, зверь сначала побеждает святых, потом видит, оказывается, не всех. Оказывается, у некоторых есть терпение и вера, их надо добивать. Поэтому огонь с неба, мы видим, один из вариантов, это то, что будет уже каким-то образом кто-то кого-то будет добивать. Но борьба будет духовная, которая будет, конечно, иметь какие-то и физические проявления. Как у Иова, духовная борьба, потому что дьявол, та же самая идея. То есть, Библия, она все время проследуется. То есть, смотрите, то же самое, давайте, Откровение 13 глава. То есть, дракон, дьявол дает силу зверю, зверь побеждает всех и святых в том числе. Потом, хронологически, вдруг видит, что у некоторых есть терпение, и с ними надо еще побороться. Огонь с неба. То же самое и с историей Иела. Когда дьявол, написано, обошел всю землю, первая глава, да, и увидел, что тут не все еще добиты. И он приходит к Богу с просьбой, чтобы Иова добить. И помните, Бог сразу говорит, ты за Иовом пришел, да? Откуда ты пришел? С земли знаю. Иова там ищешь. Да, ищу Иова. Ну, даю тебе возможность его попробовать. Это Иова. То же самое Бог допустит и на земле. 16 глава, Откровение, 13-14 текст. И видел я выходящих из уз дракона, и из уз зверя, и из уз лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. То есть, смотрите, нам придется встретиться. В чем вопрос? Почему все-таки, ожидая пришествия Христа, нам нужно прежде всего ожидать пришествия последней Пятидесятницы? Что получится? Кто не переживет последнюю Пятидесятницу? Кто не получит в достаточном количестве Святого Духа? Когда Дух Святой покинет землю, а 16 глава Откровения, это об этом моменте, они встретятся лицом к лицу с кем? С бесовскими духами. Друзья мои, а представляем, что такое встретиться с бесовским духом, которому уже тогда будет дана власть, не трогать только святых, которые имеют терпение и веру. Всех остальных, пожалуйста. Я уже рассказывал эту историю, я еще раз повторю, она у меня осталась в памяти, что значит хотя бы немножко, когда Бог допускает встретиться с духами. Я уже рассказывал, что раз с пресвитером мы поехали посещать одну сестру, у которой там были какие-то оккультные вопросы, проблемы. Но мы были самоуверенные, поэтому договорились два часа дня встретиться на троллейбусной остановке, встретились. А от троллейбусной остановки до сестры, как до вот этой стенки. Встретились мы два часа, в два часа дня пошли с братом. Я не знаю, где мы шли, что шли. Потом я у брата говорю, а сколько времени? Он говорит, четыре часа. Я говорю, а где мы с тобой ходим? Он говорит, а я не знаю, что происходит. Потому что были сильно самоуверенные, как и те, которые хотят в субботу проводить время у телевизора и говорят, да, фейсбука мне достаточно, чем идти на это богослужение. Мы встали на колени тут же на улице, так немножко отошли, там бугорок был, помолились, открываются глаза и мы стоим, оказывается, напротив калитки нашей сестры. Так это мне Бог показал чуть-чуть, что может дьявол. Представляете, люди, которые не получают полной пятидесятницы, встречаются с этим совсем в конце времени. Они встретят Христа? Родные, нам просто нужно понимать серьезность, куда мы идем. Если мы этого не понимаем, можно и возле фейсбука всю субботу провести, можно вообще возле фейсбука в телевизоре провести все время. Сегодня будем рассматривать глубже этот вопрос. Но когда встретимся с Духами, тогда вот все станет ясно. Кто в Духе, кто не в Духе, тогда не надо будет рук поднимать и голосовать. Поэтому Дух Божий что говорит? Пророки и цари, 277 страница. Тем более мы, как адвентисты седьмого дня, знаем признаки последнего времени. И вот то, что происходит на улице, это один из признаков последнего времени. Вот этот COVID-19 это признак последнего времени. Что бы там кто не говорил? Какие бы специалисты не говорили, как Трамп когда-то 3 месяца назад сказал, это обычный гриб. Потом он уже сейчас совсем это не говорит. Говорит, надо с Китаем что-то решать, который нам отпустил. Это уже как-то обычный гриб, уже не слышно с его уст. Кто бы что ни говорил, но никогда не было, чтобы большинство стран мира прекращали сообщение воздушное, морское, любое. Та же Европа, которая недавно была открыта для всех, ну которые имеют конечно биопаспорта, сейчас закрыта даже была между собою. Никогда такого не было. Чтобы от Бразилии до Филиппин. Эпидемии были. В Москве даже в 18 веке был чумный бунт. Но это было в Москве. Граф Орлов с Петербурга поехал решать этот чумный бунт. Была когда-то чума в Португалии, да? Треть населения страны умерла. Но это была Португалия. Но дорогие, от Филиппин до Бразилии такого еще не было. И если мы это не видим и продолжаем называть это обычным грибом, то мы вообще не видим знамений последнего времени. Что пишет Бесница Божья? Патриархи и цари, пророки и цари, 277 страница. Дух Божий оставляет землю. На море и на суше все часто происходит бедствие. Да, в последнее время Фукусима, Таиланд, и цунами, и землетрясения учащаются. Тут уже говорить нечего. Господь пользуется этим, чтобы пробудить в людях сознание надвигающейся опасности. Но прежде всего это сознание должно, наверное, пробудиться в нас адвентистах. Потому что, я еще раз говорю, все будет не очень легко. И самоуверенные, и очень уверенные, такие же, как были фарисеи во времена Христа, которые были очень уверены в своих всех действиях, они так Христа и не увидели. Смотрите, но это происходит в физическом мире. Что происходит в духовном мире? Мы же сегодня говорим, что Дух Святой, покидая землю, дает все больше пространства Духам Бесовским. Я просто выбрал из интернета, не буду вас пугать, несколько сообщений. Под Рязанью человек застрелил пять человек. Молодежь, знаете, за что? Ну, кто читал эту информацию? Да то, что они шумели под его балконом. Правда, они, конечно, уже шумели не первый вечер, у них там был конфликт. Ну, молодежь собиралась, понятно, там курила, может, выпивала. Ну, человек там предупреждал, да предупреждался до того, чтобы всех пятерых там положил. Пошел, взял ружье и положил. То есть, чтобы мы понимали, вот, работа бесовских духов. Если мы на это не будем обращать внимания, я не думаю, что людей так переклинивает. Люди раньше жили, были в психиатрические больнице, но чтоб там из-за шума пойти перестрелять, ну, это уже там явно какие-то сверхъестественные силы. Ну, вы знаете, у нас село Подверка в Харьковской области. Что там мама сделала с дочкой? Не буду рассказывать, да. Уортман в Канаде 17 человек, два месяца тому назад просто взял и перестрелил. То есть, вот что такое дух покидает. И я бы эту сводку мог продолжать, там перед Днепропетровском было. То есть, что-то в людях начинает происходить то, и не надо смотреть только на физический мир. Да, в физическом мире оно уже происходит. Коронавирусы, все остальное, пандемии, грозы непонятно какие. Уже столько на Харьков уже льет, я не знаю, ну, как Амазонка. В Амазонке там месяцы дождей идут. У нас уже такой псих, что вообще без дождя жить нельзя. То есть, зима уже такая, что, ну, какие там лыжи-санки детям. Зачем их покупать? Не на чем кататься. Но в духовном мире, в мире души, в мире человеческого сознания, что происходит. Все больше, больше, больше вот такой информации, которой хочется верить, но не хочется верить. Помните, ну, кто смотрел, эту девочку там хоронили, все село, все плакали. И самое интересное, у жителей села берут интервью, они говорят, а когда была нормальная мама? Примерная. Примерная, да. Поэтому я сегодня начал с бесовских духов. То есть, понимаете, если чьих лежит психиатрички, там каждый, ну, Господи, прости меня, я не хочу ничего сказать. Мы сами с Ириной Романовной когда-то помогали некоторым туда, когда надо, весной и осенью, то даже некоторых отвозили, потому что они уже не в состоянии были сами до той больницы дойти. Но это люди больные психически. Потом все заканчивается, они нормальные, все в порядке. Но когда мама нормальная, она даже не знает, где эта психиатрическая больница, и вдруг режет голову в очередь, то я понимаю, тут без бесовских духов уже номер не проходит. И человек, который нормальный, его нигде не находился, выходит и стреляет, пять молодых людей, потому что они шумят под его балконом. Друзья мои, тут уже начинают какие-то духовные вопросы созревать. Сказать, что эти люди психически больные, ну, может, экспертиза что-то и покажет. То есть действительно в мире что-то происходит. Смотрите, какие люди становятся агрессивны. Вот когда есть такое интересное на дорогах, что происходит, ну, снимают, сейчас вот эти камеры есть, которые на каждой машине стоят и снимают. И вы посмотрите, сколько случаев. То есть кто-то кого-то подрезал, тот его обгоняет, берет биту, в лучшем случае бьет машину. То есть какие люди становятся. Я когда смотрю вот эти ролики, один ролик просто, знаете, он трагический какой-то и юмористический оказался. Тоже крутой ехал на таком огромном джипе, подрезал водителя или водитель огромной фуры ехал. Этот крутой, значит, выходит, знаете, с чем? С битой. Но этот дальнобойщик, видно, был опытный. И этот крутой, вдруг показано, упал на колене. Оказывается, водила вышла с пистолетом. То есть водила, видно, зная уже, что на дорогах опасно ездить. Видно, у него не первый раз. И тот крутой биту свою бросил. И там у него... То есть смотрите, что происходит на дорогах. Что происходит в сознании людей. Друзья мои, если мы на это не обратим внимания и будем говорить, как апостол Петр пишет. Да, так было и при наших отцах, и в глубокой древности. То мы не ожидаем Христа. Желание веков. 36-я страница. И выражение лиц свидетельствовало о том, что в сердцах пребывают легионы злых духов. То есть вот это. Поэтому я и говорю. Я могу уверенно сказать и Библия, и Дух Пророчества говорит, что то, что происходит, это работа злых духов. Вопрос. Готовы ли мы лицом к лицу встретиться со злыми духами, если мы с пресс-фитером два часа ходили, это Бог нам просто показал, что, ребята, вы сильно уверены. Оно показалось не так. А если этих духов Бог спустит с веревки, то что будет с нами? Вот что вопрос. Ожидающие Христа. Ожидаете ли вы встречу со злыми духами всей вселенной? Для Христа это тоже было тяжелейшее испытание. Когда мы читаем книгу «Желание веков», почему он упал в Евсимании? Потому что там собрали злые духи. И даже для Христа встреча со злыми духами оказалась, он, конечно, предполагал, он в это верил, но я вижу по описанию, для него это тоже была тяжелая встреча. Он предвидел это. Он приходит к апостолам, говорит, будет встреча со злыми духами. Вы же давайте молитесь, бодрствуйте, потому что дух немощный, плод немощный, а дух, он же бодрый должен быть. Оказалось, что готов был встреча со злыми духами только Христос. И они сделали свою работу. Мы видим, даже Сын Божий упал, и там были вопросы серьезные. Прежде чем отвечать на вопрос, у него кровь шла висками. Апостолы просто были усыплены. Вот что такое встреча со злыми духами. Где бы ни находился дальше, патриархии и пророки, 77 страница. Почему эти духи включат зверя, дракона, все остальное, папство, мы знаем, Америка и все остальное. Вся система заработает. Где бы ни находились те, кто свидетельствует о справедливости закона Божьего, против них ополчатся тот же дух. Она пишет про дух Каина до этого. То есть вот эта история духа, злого, который действует человеком в религиозной сфере, она еще была первая история и со всего, что происходило с детьми Адама. То есть Бог, Адам, Ева, первые три главы, четвертая глава, уже дети Адама, и первая история, борьба за поклонение. А тринадцатая глава, это борьба за поклонение. И современный протестантский мир. Кстати, сегодня всех приглашаю к тому же телевизору, но я в контексте. То есть не надо смотреть с утра телевизор, а надо быть в собрании. Но в семь часов будем продолжать, кто на фейсбуке со мной, изучать книгу Откровения. А там интересные факты расскажу. Потому что Сардис это протестантский мир. Мы привыкли, что католики, католики, католики. Но когда вы изучаете книгу Откровения, о феотире, о католиках сказано лучше, чем о протестантах Сардиса. Потому что протестанты, вы знаете, что годовщину юбилея Дарвина 450 протестантских конфессий праздновали. Я сегодня вечером немножко побольше расскажу. И одни из первых были лютеране. Потому что есть такое понятие теистическая эволюция. То, что Бог все запустил. И вот многие уже протестанты согласны, что Дарвин был прав. Что Дарвин тоже говорил, моя эволюция начинается у престола Божия. Никаких вопросов. Дарвин не был атеистом. Он был теистическим эволюционистом. То есть видите, уже протестантский мир попадает под влияние того же духа. И Дарвину, ну папа сказал первый. Потом англикане, это протестанты, сказали, мы не против. Металлисты, из которых была Елена Вайда, говорят, мы не против того, что эволюция присутствует. То есть уже потихонечку. В 2006 году 450 конфессий праздновали юбилей Дарвина. Его, кажется, каждый год празднуют. В 2009 уже 1050 конгрегаций. Не конфессия, а конгрегации. Потому что в каждой конфессии еще есть конгрегация. Не все лютеране праздновали, не хочу лишнего говорить. Но американские лютеране праздновали. А американские лютеране, я смотрел, где-то до 4 миллионов. Праздновали день рождения Дарвина. Интересно, если бы лютер сейчас воскрес, что бы он по этому поводу сказал. То есть смотрите, работа дьявола. Но мы уверены, что нас это обойдет. Но может и лютеране были уверены, что их обойдет. Она, кажется, не обходит. Поэтому, хорошо, хватит страшилок. Что делать? Знаете, как у Чернышевского. Кто виноват и что делать? Целый роман был. Матфея 25 глава. Давайте все-таки посмотрим, что делать. Матфея 25 глава. Это как раз глава последнего времени. Потому что перед этим идет 24 глава Матфея. Где Христос много говорит о физических проявлениях. И глады, и моры, и бедствия. Все, что мы видим. И брат на брата, и все остальное. Но теперь Христос говорит о том, что будет в церкви происходить. В это последнее время. 25 глава. Читаем. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в саду до своих. И как жених замедлил, то затремали все и уснули. Ну, кстати, это обычная еврейская свадьба. Жених замедлил. А почему жених замедлил? Кто изучает бытие, тот ответит. Что там у Якова было? Словак. Таня Зубошенко даже залыбалась. Сейчас можно жениться на невесте, и еще и машину получишь при даче, и квартиру, да, в приданной. В те времена никаких приданных не было. Яков пришел, он должен был что сделать? Заплачить. А так как Лаван глянул, что у него за душой ничего нет, он его проверил. Парень работает, во, он говорит, 7 лет будешь отрабатывать. Вы представляете, колыб какой был. Ну, 7 лет работать каждый день. Ну, кроме субботы. Наверное, Яков в субботу не работал. Сколько это Яков должен был заплатить за невесту? И это было нормальным явлением. Яков не спорит ничего. То есть, видно, это у них было принято. Хочешь невесту? Ну, пожалуйста. Он говорит, ну, буду работать. 7 лет. Ну, давайте, потом дома придете на калькуляторе, посчитайте, сколько ж невеста стоит. Поэтому жених замедлил, потому что он что, с отцом? Решал вот этот вопрос. То есть, тогда было не так. Надо было порешать все вопросы. 7 лет ты будешь работать. Если не будешь работать, заплати свою зарплату за 7 лет. И жених замедлил, решая вопросы. А потом, когда порешал вопросы, читаем. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Тогда встали все девы, и те поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. Дайте нам вашего масла. Потому что светильники наши гаснут. Первый ответ на вопрос. Масло быстро не дается. Потому что кто-то, может быть, живет в самообмане. Что сойдет поздний дождь, и масло получим вот так. Неразумные девы тоже думали, ожидали позднего дождя, молились о позднем дождье, что масло получат. А масло уже в поздний дождь то? Не получишь. Масло нужно когда получать? Сегодня. В 10 часов здесь. Не у телевизора. Не в телеканале Надея. Я не против телеканала Надея. Слава Богу. Слава Богу, что смотрите Верхнюю Горницу из Казахстана. Вот такая субботняя школа. Я не дотягиваю даже уровень этих ребят. Я просто восхищаюсь. Молодцы, что все это смотрите. Слава Богу, что субботнюю школу там смотрите. И с тем, и с тем. С Харламовым, с кем угодно. Да. Но в субботу субботняя школа для масла должна быть где? Дорогие мои, я не понимаю, как вообще субботу можно провести у телевизора, если, конечно, не коронавирус, там карантин, а ничего. Я честно скажу. Я когда прихожу в собрание, я оживаю. Пусть здесь у нас в пятницу иногда доходило до 5 человек. Были такие. Было в пятницу у нас и немножко больше 10. Было и 5 человек, и 6 человек. Я приходил сюда для кого? Для себя. Потому что в собрании происходят какие-то удивительные вещи. Сидишь у телевизора, смотришь верхнюю горницу, думаешь, вот это, ребята, это же супер, как субботнюю школу разбирать. Ничего себе. Но это не то, когда приходит эти Рим, которые, может, не на том уровне мы разбираем. Но это собрание кого? Святых. Святых. Бог его даст обильно, но не в субботу с утра. Потому что есть одна из заповедей, которых здесь нет. Но одна из заповедей очень суровая. Если мы ее нарушаем, то, понимаете, я всегда говорил, это конституция. Но и под ней есть еще законы. Если мы те законы не соблюдаем, смотрим только на конституцию. Кроме конституции, есть правила еще дорожного движения. В конституции не написано, что на красный свет нельзя ехать. Но в правилах дорожного движения, которые тоже на основании конституции, если ты поедешь на красный свет и скажешь, что конституции нет красного света, то тебе в правилах дорожного движения скажут нет, этот номер не пройдет. Поэтому, дорогие, вот эту конституцию Хорошо, что мы ее смотрим Но есть еще украпления в эту конституцию Давайте и на них посмотрим Левит 23 глава В 6 дней можно делать дела А в 7 день Вот о покое священное что? Собрание Бог не просто говорит о покое у телевизора Посмотреть там передачу из Нади И все остальное Никакого дела не делайте Это суббота Господня Во всех жилищах ваших Вот праздники Господни Священное собрание А мы с вами сейчас на субботней школе изучаем Как изучать Библию И там написано, если ключевые слова повторяются То это значит что? Бог на них хочет обратить особое внимание То есть Бог говорит, суббота хорошо, но священное собрание Праздник хорошо, но священное собрание Поэтому родные Масло, где мы получаем, чтобы быть мудрыми делами? Мы в пятницу, по возможности, конечно Кому ехать далеко В субботу в священном собрании Дальше мы читаем Мудрые девы понимали Что у них в масле большая нужда Знаете, есть такая фраза нехорошая Мы соблюдаем заповеди Мы особая церковь Знаете, эта фраза нехорошая Потому что мы заповеди соблюсти не можем И Библия говорит четко и ясно Нет праведного что? Ни одного Все согрешили и лишены славы Божьей Поэтому без Духа Святого Мы заповеди соблюсти не можем Почему и первая Пятидесятница Что вообще такое был праздник Пятидесятницы? Что он символизировал? Дарование закона Совершенно верно Потому что на Пятидесятый день Иудейская традиция говорит Народу был На Пятидесятый день Народу был дан закон И как вы думаете Почему праздник закона Совместился с излитием чего? Духа Святого Да потому что евреи Во всяком случае раввины Думали, что они соблюдают закон А Бог показал Что когда вы празднуете Пятидесятый день дачу закона Вам необходим кто? Дух Святой И помните У Исаии и Иезекииля Те же слова написаны И Павел евреям потом пишет И се заключу с ними новый завет И вложу духом моим Законы мои В сердца их Родные Да нам чтобы соблюсти все это Нужен Дух Святой А без Духа Святого Мы даже можем Соблюсти закон? Нет Потому что принцип закона Какой? Главный Беско Возлюбие Это значит Бескорыстие Скажите Кто-то в зале Может сказать Что он бескорыстный? Ну мы Когда наши дети Играют и чужие Мы выбираем детей? А когда наша мама И чужая Мы выбираем или нет? Единственный Кто исполнит закон Бескорыстный Это кто? Христос Он никого не выбирал Но он знал Что самаряне враги Его народа Он говорит Я умираю из-за самаря Он знал Что его распинают Он говорит Я из-за них У нас нету Такого бескорыстия Потому что Суть закона Бескорыстия Потому что Суть закона Пятая глава Матфея Отец Небесный Посылает дочь На кого? А нам уже тяжело Послать дочь На других Поэтому дорогие Поэтому нам нужен Христос Поэтому Когда бескорыстный Парисей Заходит в храм Говорит Спасибо Что я лучше всех То мы Ни с кем Себя не сравнивали Поэтому Мудрые дела Немудрые Потому что Они понимали Суть закона Что в нашей природе Начиная с Это падение Адама и Евы Когда Адам Отказался По сути От Евы Сказать До этого Ее любил Беспаренства Дух пророжеский Говорит Даже ради нее Решил и на смерть Пойти Так ее любил Не хотел разлучиться Потом говорит Забирай Это ты мне ее дал Вообще Что это вообще За жена То есть Мы Не можем Любить Как Христос И вот Разумные И мудрые Девы Это понимали Поэтому Не каждый день Приходили Ко Христу Потому что Павел Пишет Любовь Божия И сделай Сердца Нашим Духом Святым Поэтому По вере Того Как Девы Получали Каждый День Масло Потому что Смотрите Христос 13 Тексте Говорит И так Бодствуйте Потому что Не знаете Ни дня Ни часа Начать Масло Нужно Получать Когда Каждый Каждый День Я должен Приходить К Христу Я должен Приходить К Слову Потому что Слово И написано Духом Святым Через Которого Любовь Изливается Я должен Приходить В молитве Выскренне И просить Господи Измени Мое Сердце Я должен Служить Потому что Говорить О бескорыстии Не служить Опять же Напоминаю До сих пор В дьяконы Никто Не записался У нас Только Михаил Григорьевич Пока Дьякон Но все Мы хотим Встретить Христа С бескорыстной Любовью Я когда Вхожу Братья Говорю Братья Кто же Дьяконы Запишется Говорят Борисович Только Нижал Понимаете Вот я хочу Сегодня Вскрыть Вот эти Нарывы На которые Мы может Не обращать Внимание Значит В дьяконы Не к нам В детский Отдел Не к нам Следопыты Не к нам Учителя Не к нам Но мы Хотим Встретить Христа Но Христос Говорит О бескорыстии Проявляется В чем Я среди Вас Как кто Как слуга Если мы хотим Поэтому Так мы никогда Не вымолим Духа Святого Если все Не к нам То мы Не имеем Нужды В Духе Святом Дух Святой Появляется Когда ты Начинаешь Другим Служить Когда ты Приходишь К брату А брат Мне несколько Раз Как пастор Чего ты Пришел Это я еще Мягко Говорю В некоторых Случаах Была Нецензурная Брата Это я Посещал Следом Церки Которая Давно Не приходят Вот Где Проявляется И ты понимаешь Что без Духа Святого Дальше Делать Нечего Никакой Беседы Не получится Ничего Я помню Посетил Одного Человека Который Приехал За 50 Километров Человек Принял Крещение Потом Пропал По спискам Смотрим Еду Сестра Наша Посещаю Она Пропал Пропал Ну что Ты Видел Крещение Может Она Не слушала Про пищу Эту Самую Проповедь Еще И стопка Стоит Она Говорит Ну как же Пастор Пришел Но это Еще было Полбеды Потом Ходит Какой-то Мужчина Такой Больше Чем Дверь А я Знаю Что Она Не замужня Как Начинать Беседу Понимаете Приехал Раз Полгода Вижу Такой Человека Можно Огреть Как Глобля И Потом Вообще Не Найдешь И Я Говорю Господи Что Мне Тут Вообще Делать Я Понимаю Что Этот Муж Как Христос Сказал Ну Христос Сказал Приведи Мужа Этот Сам Пришел Здорово Сало Тут Жарится Стопка Стоит Как Начать Беседу С Человеком Который Вроде Бе Как Адвентист Вроде Бе Как И Самарянин И Все Остальное Друзья Когда Начнем Служить Другим Нам Столько Нужно Будет Духа Святого Что Это Ого Го Поэтому Девы Разумно Они Служили Поэтому Не Понимали Как Им Не Хватает Этого Масла Поэтому Масла Дорогие Мы Должны Получать Каждый День Коронавирус Закончился Ну Как Закончился В нашей Среде Я Уже Вижу Уже Соскучились Хотя Там Еще Правители Сидят В масках Хотя Вы Знаете Что Верховный Суд Украины Обратился Списном Конституционный Суд Что Нарушены Конституционные Права Карантина Потому Что Карантин Такой Можно Было Объявлять Потому Что Иначе Нарушается Конституция Любое Отклонение От Конституции Свобода Перемещения И всего Остального Оно Должно В законном Порядке Не просто Постановление Тут Второй Вопрос Совета Министров Но Мы Уже Готовы Но Все Так В следующий Раз Я попрошу Открыть Все Комнаты Потому Что Дистанцию Все Так Надо Соблюдать Мы Не Совсем Такие Беззаконники Но Друзья Не то Что Я иногда В интернете Читаю Вот Телевизор Зарядили Буду Телевизор Как Хорошо Все Слушать Чем Идти Туда В это Собрание Еще И денег Нести Не дам Друзья Мои Нам Нужно Собрание Каждую Субботу Нам Нужно Собрание Каждую Пятницу Нам Нужно Молитвенное Продолжаю Говорить Об этом Потому Что На Молитвенном Вымывали Мы Вымали Вот И нам Нужно Самое Главное Служить Людям Потому Что Не служа Людям Мы Никогда Не Поймем Что Масла У нас Мало Поэтому Когда Пойдешь К людям Поймешь Пусть Господь Благословит Чтобы Церковь Встречалась Не только Здесь Слава Богу Чтобы Церковь Встречалась И там Кому Это Нужно В заключении Хочу сказать Нам Нужен Жених И нам Нужно Пришествие Жениха Не в Последнее Время А нам Нужно Пришествие Жениха Когда Сегодня И сейчас В мое Сердце Недавно Ну может Не недавно Но сравнительно Умер Вилли Станиславович Найкос Ну да По-моему Он Два или Три года Тому назад Для меня Это всегда Остался Знаете Пример Ну человека Духом Движимого Я когда Пришел В церковь Для меня Примеры Были Это Виктор Бондаренко Это Назар Слепак Это Алексеев Это Ладно Не всех Уже Сапог И для меня Примером Вилли Станиславович Найкос Человек Который Духа Святого Собирал Каждый День Для меня Был пример Он тогда Еще был Президентом Униона Проводил С нами Семинары Меня Что поразило Перед смертью Буквально За несколько Недель Он сделал Ролик Он уже Знал Что он Умирает Меня Этот ролик Поразил Просто Брест Он Я помню В белой рубашке В галстуке Обратился К народу Не как Умирающий Он вообще Ни слова Не сказал Хотя Все знали И он Уже знал Свой диагноз И он Такую речь Сказал Говорит Братья Держитесь За Христа Я понимаю Это Лич мог Сказать Ухачей Который Всю жизнь Продержался За Христа Друзья Мы Если мы Сейчас Не будем Каждый день Держаться За Христа Надеясь Что на нас Когда-то Что-то Сойдет Сойдут Злые Духи В Духе Пророцком Есть такое Когда некоторые В определенный Монент Начали просить Духа И вышел Дух И дал Дух Только не дал Каждый День За Христом Каждый День За Христа Каждую Субботу Пусть Не хватает Мест Найдем Даже Если Будет Карантин Квадратных Метров Хватит Каждый День Понимаем Насколько Мы нуждаемся В Христе И пусть Господь Благословит И восполнит Эту Нашу Нужду О чем Хочу С вами И помолиться Отче Небесный Великий Праведный Слава Тебе Благодарна Что Ты Открываешь Что Нас Ожидает Как Народ Когда Дух Божий Покинет Землю Но Не Покинет Нас Слава Богу Чтобы Мы Были В Масла И Кого Дух Святой Покинет И Тех Кто Даже Будут В этот Момент Называться Адвентистами Они Попадут Под Власть Зверя И Будут Побеждены Им И Это Будет Жестокая Победа Потому Зверь Больше Всего Желает Победить Нас Поэтому Господи Даруй Нам Не Забывать Что Если Мы Каждый День Не Будем Накапливать Этого Масла Наступит Время Когда Мы Поймем Что Масла Нет Но Будет Поздно Не Доведи Господи Нас Пережить Это Чтоб Мы Были Не Только Адвентистами По Списку Но Адвентистами Имеющими Веру И Терпение Святых Пусть Имя Твое Будет Прославлено И Возвеличено В нашей Ежедневной Жизни Во Имя Христа Аминь